МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как часто в жизни мы занимаемся совсем не тем, чем хотелось бы, боимся своих желаний и не используем возможности. Сегодня мы вам расскажем удивительную историю о жительнице Пензе, которая, имея стабильную работу в столичном банке, не побоялась своего внутреннего голоса и сейчас по велению души и сердца спасает священные образы. Учиться живописи она решила уже в зрелом возрасте, когда ее сверстники активно строили свою карьеру и вели бизнес. По образованию Наталья Архипова экономист, но всегда понимала, что ее больше тянет к живописи, поэтому в 27 лет бросила работу в банке, вернулась из Москвы в Пензу, поступила в художественное училище, а дальше цепь случайностей изменила ее жизнь полностью. Это было немножко страшно, потому что в 27 лет многие мои сверстники уже тоже так же работали в банках, имели какой-то даже свой бизнес, а мне пришлось сесть за одну парту с ребятами из 9 класса. Когда я училась в художественном училище, там напротив находился храм Благовещенский. И у меня был ребенок, и мне нужно было подрабатывать. Я подрабатывала в храме и ходила учиться. И я видела, какое большое количество икон приносится на уничтожение. И тогда это был для меня как раз тот голос, который мне подсказал, что Господь именно показывает мне мое служение и миссию художественного училища, храм и вот это уничтожение иконы, потому что в каждой иконе бьется сердце. И так как восстановить икону – это очень дорого, то многие предпочитают от нее избавиться, отнести в храм и будь что будет. К концу обучения Наталья Архипова уже точно знала, чем она будет заниматься в жизни. Я начала читать книги по реставрации, я прочитала все, что есть у нас в мировом опыте по реставрации всех направлений – темпера, масла, настенная реставрация. Вот это все изучив, и тут же мне приходит икона. Вот это. Первый образ, которому требовалась серьезная помощь, восстановление появился в мастерской Натальи Архиповой три года назад. Икона была практически полностью закрашена масляной краской. Я думаю, как вообще с ней бороться, потому что из всех тех технологий, которые я прочитала 19-20 века, как удалять масляную половую краску, этого нигде я не читала. И тогда я стала молиться, и как-то я зашла в магазин и увидела средство, которое там написано, там снимают такую-то краску. Попробовав его на уголке, я увидела, как замечательно она работает. И я стала очищать этот образ. Мне сказали, что это Николай Чудотворец. Вот. И в итоге, когда я его расчистила, то оказалось, что там Серафим Саровский. За первым слоем голубой краски оказался второй, зеленый, потом серебрянка. Места разрушения были замазаны оконной шпаклевкой, и только под ними лик святого. И недавно, неделю назад, пришла настоящая хозяйка иконы, которая перешла ей там от бабушки, которая спасала эту икону. И я ее сразу спросила, почему икона в таком виде? Вот. Она сказала, что таким образом бабушка ее спасала, потому что краска отваливалась, и половая краска являлась как бы цементом, который ее цементировал и не давал дальше разрушаться. Оказалось, что и из этого Господь может сотворить чудо. С иконами все проходит именно сотрудничество такое с Богом. То есть молитва, и Господь именно показывает. Я как бы чувствую, как хирург чувствую, то я общалась с хирургами, они говорят, вот хирург-онколог говорит, я вот сразу чувствую, где у человека какая боль. Также и здесь, это дар такой, и здесь также чувствуешь, как что нужно сделать. В мастерской Натальи Архиповой более 200 икон. Некоторые имеют до 90% повреждений, но даже такие можно спасти. В основном реставраторы используют акварель. С годами она не выцветает и хорошо сохраняется. По этике реставрации, по технологиям принято красочное слово восстанавливать именно акварельными красками. И это не доставляет для меня никакой сложности подборка. Тоновая рисунок восстановить, это несложно. Это творческий такой приятный, интересный процесс. Самый сложный период и самый затратный по времени, чем именно раскрывать, узнать, чем она была покрыта, там, олифой или это лак. И какую нужно подобрать консистенцию чего, какого химического реагента для того, чтобы снять эту защитную пленку так, чтобы не повредить под ней красочный слой. Потому что каждая из них, она не просто картинка, она несет человеку реальную помощь духовную. Каждая икона, это как живая личность, которая вас слышит и которая помогает. И любой образ в вашем присутствии, от вашей молитвы становится чудотворным. Они сами находят ее, можно сказать, чудесным образом. Как, к примеру, этот необычный предмет, который Наталья Архипова обнаружила совершенно случайно. Этот предмет называется «Дар-хранительница». Она находилась в алтаре храма, и здесь после службы хранится плоть и кровь Христа. Вот здесь вот, в шкатулочке здесь должна быть, здесь она хранится. А история была самая удивительная. Я уехала три года назад на пленэр в Сосновоборский район, село Йога. Я писала там картины, и я ушла уже после пленэра домой. Мой взгляд привлек здание, сделанное из камней. Оно было практически полностью разрушено. Ну, мне нравятся всякие старые здания. Я зашла в этот храм и почувствовала такое очень сильное, ну вот, ну не знаю, такое чувство сильное было. Я уже знакома с этим чувством, это значит рядом то, что нужно спасать. И подняв голову, я увидела, что там на каких-то шатких балках стоит вот этот «Дар-хранительница». Она стояла среди хлама, среди досок, камней. Я схватила её, не разбираясь, что это такое, и вытащила к себе домой с целью реставрировать. Теперь моя задача её полностью восстановить, сделать крест, здесь орнаменты очень красивые, они у меня есть. Вот, стёкла уже сделаны, исполнены, и покрытие золотом. Она должна будет вернуться в свой отчий дом, в свой алтарь родного храма. Эта вещь должна служить, и она должна спасать людей, потому что в ней хранится кровь и плоть Бога, которая попадает внутрь человека, и человек таким образом сообщается с Богом, и уже в человеке сам Бог живёт и действует и через человека. Наталья Архипова не просто реставратор, она активно занимается общественно значимыми проектами, за которые даже была удостойна президентского гранта. А жители Пензы благодаря этому узнали о некогда забытом святом месте Пензы. Оказывается, у нас здесь, в Терновке, находился большой мужской монастырь с пятью храмами, с пятью башнями, там, звонницей, с тремя братскими корпусами, с лечебным корпусом. Там было пять храмов, и вот один из храмов, Троицкий, который построил Мармиханна Киселёва, вот в этом храме находилась вот эта икона Николая Чудотворца. Узнав эту историю и поняв, что её никто в Пензе не знает, мы поговорили с отцом Владимиром, настоятелем этого храма, о том, чтобы как-то эту информацию распространить. Я написала президентский грант, нам выделили средства, мы организовали передвижную выставку, которая сейчас находится в музее Ключевского. Также нам выделили средства на то, чтобы мы создали буклеты про этот монастырь. Эти буклеты передаются для всех школ города Пензы и Пензенской области, а также 800 штук этих буклетов мы вместе с ребятами из духовной семинарии раздадим всем жителям, чьи дома находятся на территории бывшего монастыря. В этих буклетах рассказывается история монастыря, потом некрополя, кто здесь был захоронен. О восстановлении храма также идёт речь, и не только с храма, но и также на территории возле храма предполагается социальный центр, где также будут помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В планах, говорит Наталья Архипова, свои знания, умения и трепетные отношения к святыням передать подрастающему поколению, открыть в Пензе школу, где детей и родители будут обучать тому, как иконам обрести вторую жизнь. Есть такой проект, где будут участвовать дети, родители. Три специалиста – это художник, реставратор и дизайнер. Мы будем икону оставлять прежней, а будем работать больше над внутренним убранством, чтобы оно соответствовало современному стилю, для того, чтобы эта икона понравилась своим будущим владельцам. Полугода мы работаем, потом мы делаем выставку, и люди смогут бесплатно себе забирать понравившийся им образ. И этот образ будет дальше жить. Это поможет научить людей думать, видеть проблемы и по-христиански решать их, быть добрыми и милосердными, чего так не хватает сейчас в нашей жизни. В первые дни Великого Поста правящего архиерея встречали в храме великомученика Дмитрия Солунского в Каменке. Здесь, в среду, первой седмицы митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим совершил Великое Повечерие с чтением Великого Покоенного Канона преподобного Андрея Критского. Богослужение сопровождал хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении регент Ольга Горшенева. Такой запев заканчивает каждое исполнение тропарей Канона. Четыре его части прочитывают на службах в первые четыре дня Великого Поста. По традиции священнослужители облачены в темные одеяния. В храме горят только свечи. В своем слове к пастве Владыка напомнил верующим о том, для чего преподобный Андрей создал Великий Покаянный Канон. Для того, чтобы каждый из нас умилился душой, услышал те словеса, которые запечатлел преподобный Андрей в этом своем произведении. Преподобный Андрей постарался проанализировать все священное писание и Ветхого и Нового Завета. И постарался в своем каноне отразить все образы и добродетельных людей, которые заслуживают внимания и подражания, и великих грешников. Конечно, не для того, чтобы подражать им, но для того, чтобы увидеть свои грехи и пороки, чтобы постараться их избежать. Полностью Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского читают в среду вечером пятой недели Великого Поста. В Нижнем Ломове почтили память священника Николая Балаховского, подвижника благочестия, погребенного в местном Успенском женском монастыре. Божественную литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Отец Николай – известный подвижник благочестия и основатель монастыря в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Он 30 лет прослужил в храме села Стяжкино. Священнику еще не было 40, когда к нему уже нескончаемым потоком шли богомольцы за духовным советом и исцелением. Сейчас храм в селе Стяжкино, где служил отец Николай, восстанавливают. В Пензе молитвенно почтили память священномученика Иоанна Артаболевского. В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в храме в честь другого подвижника начала 20 века – священномученика Иоанна Рижского. Священномученик Иоанн родился в 1872 году в селе Проказна Лунинской волости Макшанского уезда Пензенской губернии в семье священника. Окончил духовное училище и Пензенскую духовную семинарию. Затем учился в Москве. Он еще в юности обнаружил талант проповедника. В годы советской власти неоднократно был арестован, а в феврале 1938-го расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой. Подвиг его веры, который остался верен до последней капли крови своему спасителю и создателю, и который бесстрашно это исповедовал, это великий подвиг, который может совершить человек, потому что на крови мочеников утверждается церковь. День его памяти в этом году пришелся на неделю о мытаре и фарисее. Об этой евангельской притче говорилось в проповеди, обращенной к пастве. Мы просили Господа, чтобы Господь своей благодатью размягчил наши души, чтобы они смогли приносить Богу покаяние. И вот сегодня Сам Господь учит нас, как мы должны приносить покаяние, как мы должны молиться Ему. По замвонной молитве было совершено славление перед иконой священномученика Иоанна Артобалевского. По окончании службы к правящему архиерею обратился настоятель храма. Искренне желаем, чтобы Господь укреплял ваши физические силы. На самом деле архиерейский, пастырский подвиг – это особый подвиг. И мы желаем, чтобы вы и дальше оставались тем для нас, священников, любящим отцом, для прихожан, тем ориентиром и для всех верных чад православной церкви, столбом, на который взираешь и берешь пример, и набираешься сил двигаться дальше. В воскресенье Христо-Рождественский храм, что в селе Кижеватого Бессоновского района, встречал главу Пентенской митрополии. Здесь правящий архиерей совершил божественную литургию. Божественную литургию отслужили в неделю Месопустную о страшном суде. Об этом в проповеди, обращенной к пастве. Суд, который называется страшным, это действительно предел. Нашим адвокатом является совесть. Если эта совесть действительно правильно воспитанная, христианская, то она никогда не позволит человеку приступить через другого человека. Чтобы мы были милостивы всем тем, кто находится рядом с нами, невзирая, кто они и как они к нам относятся. Человек, кто является в жизни обозленным, разуверившимся в жизни, кому кажется, что все виноваты в его несчастьях, этот человек никогда не окажет милости своего ближнего. В день, когда Православная Церковь празднует отдание праздника Сретения Господня, преподаватели и воспитанники Пензенской духовной семинарии отметили престольный праздник. 22 февраля были обретены мощи святителя Иннокентия Иркутского, духовного покровителя вуза. Божественную литургию в домовом храме совершил глава Пензенской митрополии, ректор семинарии. Богослужение сопровождали сразу два хора семинарии под управлением иерея Николая Батищева и хор Регинского отделения семинарии под управлением Ольги Зеленовой. В проповеди собравшимся напомнили о том, почему именно святитель Иннокентий Иркутский стал духовным покровителем Пензенской семинарии. Он, насколько возможно, отдавался на служение Богу. Насколько это возможно, приобщал к церкви многие тысячи людей, населяющих эти тоже монгольские степи. Когда открывалась наша духовная школа, а это годы канонизации святителя Иннокентия, был избран именно этот святой для того, чтобы быть небесным покровителем новой духовной школы. Образ святителя Иннокентия, который укрепляет и утверждает нас до сих дней, возрастил пастырей, которые стали для нас святыми угодниками Божьими. По окончании службы совершили водосвятный молебен. Святитель Иркутский, наш Иркутский, моли Бога нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok